Ну а сейчас мы хотели бы еще раз вернуться к мирному плану, представленному президентом Порошенко. На кого реализация мирного плана ляжет, возможно, наиболее тяжким временем, так это на солдат, несущих службу в зоне антитеррористической операции. Да, они худо-бедно оснащены и вооружены. Да, у них есть право стрелять в ответ. Но именно сейчас они главная мишень для каждого, кому необходимо мирный план сорвать. И если вдалеке от боевых действий хочется надеяться, что призыв сложить оружие и уйти мирно, возымея действия, то на передовой военные таких иллюзий не питают. Для них эти семь дней – постоянное, изматывающее боевое дежурство. Именно на таком, настоящем боевом дежурстве побывала Алена Шевчук. Вернулась с репортажем. Давайте смотреть. А мне не повезло, который год с Китая и с автоматом, Такое вот суровое мужское ремесло. А ты, баты. Афганистан, Молдавия и вот теперь Донбасс Оставили на сердце боль утраты За тех, кого не вывел из-под шквального огня. А ты, баты. Герои – это истории ребята, которые действительно воюют на передовой. Самому младшему – 18, старшему – 59. Такие вот дела. Универсальные солдаты. С 1 марта, когда дали тревогу, я дома как бы не был. Я просто позвонил, мне говорят, а ты в Славянске? Я говорю, я сам еще не знаю. Пошел уточнить. Давай я в Славянске, оказывается. То, что вся страна называет тремя буквами АТО, здесь называют войной. Тут и правда, все как на войне. Огневые точки, окопы, блиндажи. Это наш бункер, укрепление. Тут мы… Пятизвездочный отель, так бы сказать. Тут и спит. Сынек, а тут и сплю я. Да, Димон. Это отель Гвардия. Нет, отель Украины, кстати. Ну да, отель. У каждого укрытия свое название. По нему можно догадаться, откуда приехали военнослужащие. Район Гидропарк, район экстремальных развлечений. Гидропарк, потому что по приезду сюда пошел дождик, и весь личный состав здесь купался. Душ здесь роскошь, как и мобильная связь. Интернет есть только на бумаге. Непривычно для гражданских выглядят и шахматы. Пешки у нас с гильз, с АГС. Кони у нас, ну, сама граната. Но это все в минуты затишья. Это один из самых опасных блокпостов. Вот те многоэтажки за моей спиной, это уже Славянск. Немножко правее завод, именно там сидят террористы и ведут обстрелы из минометов и АГС. Из ближайших сел работает их снайпер, поэтому находиться здесь в светлой одежде нельзя. И военные дали мне свой камуфляж. Отдавать свое здесь норма. Допомогаем местным жителям в прессе. Такая вот война за свой счет, невесело шутят бойцы. Сегодня отримают зарплату 2000 гривен. Сегодня отримают зарплату. И нам такой приемный бонус в размере 252 гривен дали командировочным. Офицер-лейтенант 3400. Выданная государством форма, выдерживает только одну стирку. Потому носит купленную за свой счет или привезенную волонтерами. Доходит до курьезов. Среди подаренного бывает обмундирование стран НАТО. У местных и спуг и слухи. Американцы воюют. Главная дыра в экипировке – бронежилеты. Вот это одевают наших десантников. Эту штуку простреливает пистолет Макарова. Наспрость причем. Поэтому реально задержало обидно, где эти миллионы, которые выделялись на пацанов. А пацанята здесь каждый день умирают. Генералы, я к вам приду скоро. Катастрофически не хватает рации. На отделение есть только одна. Между военными и нацгвардией, которые находятся на одном блокпосту, вообще связи нет. Зато враг запросто слышит всех. Вот эти радиостанции, что я показал, это обычные радиостанции, можно сказать, незащищенная связь. Которая просто прослушивается. Когда они обстреливают минометами и попадают, слушают, что мы переговариваемся, там у нас какой-то 300, есть кого-то, мы перевязываем. Так они там в нашу чистоту говорят, вот вам Аллах Акбар, или еще что-то там задвигает. Ну такое, что-то типа угрозное. Это открытая связь. Но даже такой нет. Обстрел может начаться в любой момент. За сутки, проведенные на боевом дежурстве, их было 17. Опа, обстрел. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. Вот, пожалуйста, подверглись опять обстрелу во время, когда было объявлено перемирие. И снова раненые. Вот, руководитель. Все, оказана медицинская помощь, расположенное ранение. Вопрос, о каком перемирии мы на сегодняшний день говорим, когда гибнут наши люди. Люди, которые вышли защищать интересы людей Украины, Конституции и ваших, товарищи министры обороны и так далее, тому подобное. В течение недели, я думаю, можно все зачистить. А так, мы сидим на месте, то есть охраняем блокпосты, никаких действий нет. А они по нам пристреливаются с АГСов, блин, с минометов, блин, снайперы, блин, бегают, по нам стреляют. Возумите. Ну, дебилизм полный. Нам расповедают, что там вот нецелесообразно, там, вот это висковый стан. Хайппам Порошенко приедет, посмотрите, тут Данил, блин, со своим своей администрацией. И потом скажет, что целесообразно, что есть вода, что нецелесообразно. Страшнее всего становится ночью. Кроме огоньков, сигарет ничего не видно. Именно по огню будет, ну, по свету будет наводить или артиллерийские наводки там. Вот эти залпы тут называют пожеланием спокойной ночи. Уснуть нам так и не удалось, но бойцы после нескольких месяцев на передовой способны спать даже под канонаду. Железные нервы и боевой дух. Я тут побуду хоть по шиеву, лайнене, зацеля не пиду. Это моя земля. Алена Шевчук, Алексей Ковалевский. События недели.